Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня мы с вами готовим праздничный стол всего за 1000 рублей. Ну а прежде чем мы начнём, давайте отправимся в магазин и сделаем там закупку на 1000, ни в чём себе не отказывая. Ну что, я уже погнала, присоединяйтесь! Ну что, друзья мои, начнём с яиц. Яйца у нас по 90 рублей. Как видите, это, конечно, охренеть как дорого. И то, и то они по карте, а без карты они 94. Ну тут все с карты покупают, так что считаем по 90. Просто яйцо, вторая категория, 68 рублей. Возьму я тогда вторую категорию. Так, это третья. Потому что, блин, ну как-то за 90 рублей яйца покупать, это совсем кощунство. Сегодня мне ещё нужно молоко. Сейчас найдём какое-нибудь. Вот по 37. Европовская тоже. Литрушечка. А, нет, 900. Беру такое молочко. Вот это удача сегодня. У нас икра стоит 160 рублей. Сегодня на неё скидка огромная. Вот это да. Повезло мне. 95 грамм. А нахать, а то сейчас возьму какую-нибудь за 700 рублей. 95 грамм, да. Что, взять икру тогда? Побалуемся всё-таки. Новый год. Крабовые палочки. 39,99. Вичи охлаждённые. Возьму вот такую упаковочку. Следующий майонез нужен. Так, 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 так. Сейчас какую-нибудь найдём. Махеев за 39,99. За 40 рублей такой же возьму. Сыр плавленый за 73. Вот такой янтарь. Упаковочка мне нужна. Турецкий по 90. Будем делать пирог сегодня тоже. Мне понадобится, наверное, два мандаринчика небольших. Взяла ещё один апельсин. Сейчас глянем, насколько он вытянет. Они у нас по 110. Нифига себе, на 30 рублей один апельсин. Блин, а мне он на салат нужен. На 24 рубля два мандарина. Свёкла у нас 22 рубля. Нужна будет на закусочку сегодня. Вот такую одну прекрасную возьму. Картошка у нас 25, лук 25, морковь 30. Блин, с каждым днём цена растёт. Морковка нужна мне одна. Нет, я возьму картошку сначала и морковку тоже. И пару луковиц сразу всё. А теперь у нас с вами контрольное взвешивание. Морковка на 7 рублей вышла. Лучок вытянул на сколько? На 7,50. Две луковицы я взяла. Свёкла вытянула на 10,50. И картошка на 13 рублей. Хочу я взять ещё укропчика. Мне нужен для салатика будет вот за 31... Не, он уже какой-то печальный. Он уже своё отжил давно. Что он тут весь печальный. Вот есть бодрячком на 32 рубля. Селёдочка сегодня самая дешевая по 14 рублей. 100 грамм блина. Акция закончилась. В общем, возьму эту селёдку. Селёдочка вышла на 61,56. Сразу цена ощутима. На 10 рублей дороже. Так, и сразу я беру болгарский перчик. Он у нас стоит 199 рублей. Сейчас выберу какой-нибудь прекрасненький и маленький. Мне нужен только на салатик. Вот такой и возьму. Перчик на 28 рублей один. И теперь, конечно же, сыр без дыр возьмём. Вот какой-то по акции. 103 рубля. Возьму такой. Вроде на вид хороший. Без заменителя самое главное. Мука, килограмм стоит 36 рублей. Сахар, сахар, сахар 49,50. Я сейчас возьму немного муки, немного сахара. Сахар на 6,40. И мука на 24 рубля. Мне нужна и на блины, и на кекс. Теперь зашли за кукурузкой. 36 рублей. Вот такая маленькая баночка. Я её возьму. Так, сегодня ещё буду брать лаваш. Вот такой за 32 рубля. Будем закусочку вкусненькую делать. И для икорочки сегодня мне нужен будет батончик. Вот такой за 20 рублей я возьму. Батон прекрасный. И возьмём фаршик. Будем делать горячее. Сегодня с фаршом у нас стоит 190 рублей. Деревенский. Там, значит, свинья, курица и шпик 4%. Ну что, возьмём тогда. Грамм 300. Фаршика 300 грамм первый раз за 59 рублей. Второй раз на 69. Очень показалось немало. В общем, 600 грамм фарша. Так, на сегодня последняя покупка. А, не последний ещё печень. Сейчас возьмём. В общем, шпротики. Вот такие шпроты в масле. Очень хорошие. Они за 80 рублей. Они стоят. Беру. Я ещё печёночки на салатик. Стоит она на 150 килограмм. На 58 рублей вытянула. Вот она. Упаковку лёчек небольшой. Закупка сделана, ребята. Это я уже отзакупилась. В общем, чек мой вышел на 1032 рубля. Да, 1032. Вот он мой чек. Сейчас вам поближе покажу. В общем, в принципе, всё тут нормально. Единственное, что тут самое дорогое было. Сыр и икра. Остальное всё более-менее нормально. Что там ещё за икра, мы дальше посмотрим. Всё, друзья мои, не будем медлить. Давайте посмотрим, что я купила. И уже приступаем к готовке. Планирую, если не приготовить 6-7 блюд, а там уже как-то получится. Вот она вся моя закупочка. Давайте глянем, что я тут купила. Так, печень, сельдь, мука, молоко, картошка, крабовые палки, укроп, перчик, сырок, сыр плавленый, батон, морковка, два лучка. Тут внизу лаваш, сахар, свёкла, шпроты, апельсин. И королева стола сегодня, не вы представляете, на 1000 рублей у меня ещё сегодня икра будет красная. Себе даже такую представить могу. Майонезик, дальше потом мандаринки, кукуруза, яйца и фарш. Два пакета. Вот такие дела. Ну что ж, начнём с теста. Вбиваем сюда одно яйцо, немного соли, немного перчика чёрного. И где-то вот столичка сахара, ну где-то пол столовой ложки. И сюда же молоко, вот у меня стакан, 250 мл. Теперь сюда муку добавляю, где-то грамм 170. И всё, сейчас это практически готово. Свёклу я уже отварила заранее. Режу её на мелкие кусочки и сейчас будем её измельчать в блендере. Добавляю сюда её. Свёкла готова. Главное, чтобы она хорошо измельчилась, добавляем сюда постепенно водички. Тогда будет она вот в такой консистенции. Сюда теперь её перекладываем в тесто. И ещё раз немножко перемешаем. Сковородочку разогреем, немного сбрызну её маслом. И теперь жарим блинчики. Такое тесто красивое, розовое получилось. Филе я уже отделила от сельди. Сельдь, в общем, разделала. Селёдочку теперь режу мелким кубичком. Ну, теперь сборка. Берём блинчик. Так, вот этой стороной внутренняя будет. Плавленый сыр. Смазываем блинчик сырком. Выкладываем немного селёдочки. И скручиваем в рулетик. Вот таким образом. Ну что, начнём своим первым делом. Это с пирога. Сюда разбиваю одно яйцо. Добавляю сахар. У меня тут есть 100 грамм добавлю. Пусть будет послаще. Яйцо с сахаром немного вот так размешаю. И волью сюда молока. Молоко я на глазок добавлю. Ну, наверное, где-то миллилитров 150. Вот так. Пусть будет нормально. Ещё разочек перемешаю. И теперь возьму апельсинчик. Я его уже помыла. И добудем с апельсина цедру. Чё добро-то пропадать. Теперь сюда немного масла волью. Ну, где-то 3-4 столовые ложки у меня тут было. Вообще, я всё на глазок делаю. Щепотка соли сюда обязательно тоже. Ввожу сюда муку постепенно. Ну, и немного я ещё из дома возьму разрыхлителя. Потому что иначе пирог не получится. Ну всё, довели пирог до истерики. А именно, вот до такого состояния всё будет достаточно. В форму для выпечки я выложу мандаринчик. Вот так, в произвольном порядке. Это уже как угодно. Я вот так сделаю. И в духовку на 180 градусов. Где-то минут на 30. Будет достаточно ему. Ну что ж, прошло у меня 35 минут. И вот такое чудо у нас тут получилось. Кексик у меня готов. Ещё один мандарин, который у меня оставался. Просто вот так сверху украшу его. И всё, вот такой кекс готов. Теперь делаем первый салатик. Начинаем с крабовых палочек. Этот салат из серии всё смешал и готово. Значит, палочки режем на 4 части и мелким кубиком. Перекладываем сразу в тарелку, где будем смешивать. Берём теперь 2 яйца и мелкие тоже режем их мелким кубиком. Теперь сюда к яйцам кукурузку добавляем. Кукурузка, кстати, хорошая. Как раз-таки баночка сюда отлично подошла. Эта маленькая. И ещё пару ингредиентов. Возьмём перчик болгарский. Сюда тоже его нарежем мелким кубиком. Добавляем же сюда в общий котёл всё. Теперь немного майонезика сюда. Всё это перемешать. И последний штрих. Это апельсин. Нам нужно его порезать. Но сначала очистить от кожуры. Чтобы без всяких плёнок, без ничего были дольки. Ну, где-то штук 5-6 очищаем. Таким образом всё это снимаем. Теперь сверху добавляем немного апельсинчика и всё. И для начинки теперь соединяем немного сыра. Где-то грамм 50 я натерла. Теперь берём 2 варёных яйца. И также их трем на мелкой тёрке обязательно. Яйца добавляем к сыру. Сюда немного майонезика. Ещё немного поперчу. Чуть-чуть совсем. Солить не буду, потому что майонез солёный. Я соль никогда не добавляю. Мне хватает соли в майонезе. Теперь всё это перемешиваем. Нужно будет 2 квадратика лаваша. Они тут небольшие. Ой, он весь порванный. Вот ёлки-палки. Вторым слоем тогда его положу. Вот, а этот первый. Смазываем начинкой лаваш. Потом сверху накрываем вторым листом лаваша. Его немного смазываем либо майонезом, либо творожным сыром. Плавленным сыром. Что есть, тем и смазываем. Теперь откроем шпроты. Я в тот раз их тоже покупала. Хорошие эти шпротины. Не, в этот раз они были мелкие. А в этот раз, смотрите, какие-то крупные немного. Перекладываю их на тарелочку. И нужно вытащить отсюда косточки будет. Вот самую главную кость. Вытащили и всё. И после этого теперь просто берём и раскладываем пол лавашу. Вот в таком порядке. Немного отступая друг от друга. И немного укропчика теперь сверху всё это посыпали прекрасненько. И время свернуть всё это теперь рулетом. Сворачиваем. Рулет упаковала в пищевую плёнку. И отправляем ему в холодильник часа на 2-3, чтобы он у нас пропитался. Мягенький стал. И не такой лаваш этот дубовый. Время нарезки пришло. Так. Вот это я сразу обрезаю. Это я обычно никогда не использую. И теперь сантиметра 2 нарезаю рулетики. Для этого салата сначала нужно морковку натереть вот так на тёрке. Можно на крупной, можно на корейской. В сковородку добавили капелюшку масла. И немного теперь морковку обжарим. Пока жарится морковка, возьмём лучок. Нарежем его четверть кольцами. Лучок зальём тёплой водичкой. Просто не кипятком. Добавим уксус. 2 столовые ложки. У меня обычный, вот такой столовый. 9%. Перемешаем всё это хорошенько. И на 10 минут оставим. Морковка готова. Обжарили её вот до такого состояния. И теперь на этой же сковородке обжариваем печёнку. Единственное, как без ничего. Добавляем немного перчика чёрненького. И немного соли. Всё. И теперь это всё обжариваем до готовности печени. Минут 10. Печень обжарилась. Теперь берём печёнку. Можно её натереть на тёрке. Можно порезать мелким кубиком. Режу я её мелким кубичком. Будет достаточно так. Теперь печень. Первый слой у нас перекладываем в тарелку, где будем всё это собирать. Сейчас делаем немножко сеточку из майонеза. Оставшийся майонез я переложила в кондитерский мешок, чтобы было вот так вот получше, чем это промазывать. Сверху на печень выкладываем морковку обжаренную. Потом на морковку сверху замаринованный лучок. И теперь опять делаем сеточку из майонеза. Сверху потом выкладываем слой сыра. Буквально 100 грамм. На сырный слой возьмём солёные огурцы. Я их считать не буду, потому что они есть у всех дома. Это стандартно. Три огурчика, вот таких небольших, режем мелким кубичком. И сверху на сыр выкладываем теперь огурчики. И последний слой сверху выкладываем, тут я натерла, три яйца. Распределяем вот так, сверху горочкой по салату. Лук для этого дела мы измельчаем в блендере, потому что нам нужен мелкий-мелкий лучок. Чтобы он легче измельчался, немного нужно добавить водички. Добавляем сюда фарш. Перчика теперь сюда чёрненького. Немного солички. Вернее, даже нормально. Теперь всё это вот так вот пожмякаем. Смачиваем ручки. Фарш очень жидкий попался. Даже не знаю, что с ним делать. Хотела на палочке люля сделать, но не получится на палочке. Он вообще вот прям вот весь разваливается. Очень много в нём жира. Так, ну что, я тогда слеплю вот такие, ну как бы колбаски получаются. Вместо люляшек. Что-то типа этого. Будет так. Ну что, колбаски готовы. Получилось у меня 8 штук больших. Теперь вот тут по краям разложу картошку. Я сейчас с неё будет жир с колбаски течь, и заодно как раз-таки картошка пропитается. Немного я её с майонезиком тут перемешала. Чуть-чуть у меня капелька была, и всё. И в духовку минут на 40-50 отправлю. И теперь для нашего последнего блюда коронного и самого дорогого хлебушек я решила обжарить на гриле. Можно на сковороде, конечно же, можно в тостере. Что, в общем, имеется, то и обжариваем. Но, хотя хрустящая корочка нам обязательно нужна. Бутерброды я ещё намажу вот таким интерным сыром, потому что у меня нет ни творожного, ни сливочного масла. Поэтому вот осталось с прошлой закуски. Им и намажу. Так, и давайте теперь глянем, что тут хоть за икра за 160 рублей. Сейчас мы увидим. Баночка 90 грамм. Так, и тут икра зернистая, семейство лососевых горбуши, соль и масло растительное, консервант Е200, пищевой загуститель, альгинат натрия, карагинан из водорослей, и ароматизатор, и ионизат натрия. Вот так. Вот такой составчик. И производитель у нас Владимирская область. В общем, город Киржач. Так, так, так. Ну вот, что тут у нас имеется. Вот такая корка. Я хочу сказать, что она не мелкая, она крупная, но и с другой стороны, она вся вот такая вот в слизи, жидкая такая, конечно. Много жидкости. Ну, понятное дело, она была замороженная. Вот, в общем-то, за 160 рублей, что мы имеем. Не очень хорошее качество. Так, ну и бутербродики. Хлебушек подсох. И намазываем сыром немного. Чуть-чуть совсем. И выкладываем икорку. Готовилась. Сегодня у нас даже с вами и десерт. Всё очень быстро, кстати, было. Полезно и питательно. На 1000 рублей. 7 блюд я приготовила. Очень даже неплохо, учитывая, что у нас ещё и десертик есть. Но выпивка, конечно же, это уже по желанию. А, у нас же ещё и икра сегодня. Не терпится её попробовать. Хочется есть, поэтому давайте всё попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, теперь попробуем. Так, бокалы уберу. Всё равно не наливают. Только меня загораживают. Поэтому давайте попробуем. Так, ну что, начнём с мяса. Пока оно не остыло. Оно очень жирное. Прям очень жирное, прижирное. Кусочек отломаю. Прям из-за этого у меня люляхи даже не получились. А я их собиралась делать как-никак. Жирновато, да, с картошкой нормально зайдёт. Так, ну что, давайте теперь попробуем вот этот салатик с крабовыми и апельсинчиками. Это что-то новенькое между крабовыми и крабовыми. В принципе, похож, как я делаю салат с ананасами, только вместо ананасов апельсин. Но ничего особенного, обычный салат. Так, вот такое салатище гора. Можно собрать в разъёмном кольце, можно как угодно. Мне что-то захотелось так. Думаю, что бы для разнообразия и не собрать так. Можно. Так, ну теперь попробуем с печёночкой. Ну, это прям вкуснятина, а не салат. Он такой нежный получается. Лучок маринованный. О чём ещё можно только желать. В общем, друзья мои, возьмём, берём на заметку. Этот салат очень вкусный, бюджетный, доступный и делается быстро. И главное, лук только мариновать нужно. Больше ничего. Так, ну что ж, давайте попробуем теперь рулетики с рыбкой. Немножечко. Я их первый раз, если честно, делала. Блинчики, вернее. Блинчики его. В принципе, очень даже ничего. Единственное, что я бы сюда, наверное, что-то ещё добавила. Или яйца, например. Или картошку там как-нибудь, не знаю. В общем, рецепт нуждается немного в доработке. А так очень даже неплохо. И ещё одна закуска. Лаваш со шпротами. Это прям моя любовь. Я обожаю эту закуску. Всегда делаю практически на любой праздник. Очень мне нравится. Именно вот это сочетание сыра, яйца. Сюда можно ещё чеснок добавить. И вот шпрот. И всё это в лаваше. Это такая вкусняшка. Единственное, что лаваш мне, конечно, не дачный попался. А так это обалденная закуска. Если любите лаваш, закуски из лаваша, обязательно попробуйте. Он очень вкусный. Очень-очень. Король сегодняшнего нашего стола. Это бутерброды с икрой. Ну что, я тут себе самый большой намазала икорки. В общем, этой баночки мне хватило, как видите, на 6 бутеров. Ну икорки так немного я размазала. Вот на самом большом, конечно, сначала не экономила, а потом на последнем стало экономнее всё делать. Давайте попробуем, что это за икра. Единственное, пока по качеству могу отметить то, что она крупная. Но есть и вот такие икринки, которые уже подсдулись, конечно, жизнью потрёпанные. В общем, эту икру я бы вам советовала не покупать. Не могу вам её посоветовать. За 160 рублей я бы, например, второй раз такую не купила. Не, ну если на какой-нибудь стол за 1000 рублей, я, конечно, прикуплю. А так вот, нет, не стоит экономить. Лучше добавить ещё 100-200 рублей и купить нормальную баночку. Ну как нормальную? По сравнению с этой, хотя бы она будет нормальная. Ну и что у нас с вами? Остался ещё пирог. Давайте разрежем и посмотрим, как он там выглядит внутри. Вот такой красавчик. Он получается рыхлый, воздушный. В общем, запоминайте рецепт. Всё на глазок я делала. Ну а теперь закусим всё сладеньким. Куда деваться, раз уж испекла. Хороший кекс получился. Такой апельсиновый вкус у него, апельсиновая цедра. Неплохой. Даже очень хорош. С чайком на 1 января опохмелиться даже будет отлично. В общем, кексик отличный. Запомнили рецептик, да? Всё на глазок делаем. Да не, я вам напишу обязательно. Рецепты все будут в описании обязательно. Вот такой у меня сегодня был стол. Мы с вами приготовили 2 салата, 2 закуски. Горячее. Много, кстати. Всё это добро получилось на 1000 рублей. Плюс ещё кексик. Конечно же, и хватит где-то на 3-4 человека свободно. На 4 это точно. Да. 5-го не надо звать, который мало ест. Тут и на 4 будет вот так вот. Так что, друзья мои, в принципе, всё очень даже сегодня хорошо. На 1000 рублей. И немного я это всё по времени готовила. Очень быстро, просто и легко. Всё, друзья мои. Сегодня с вами прощаюсь. Вот такой у меня был стол за 1000 рублей. Пишите свои комментарии. Я вас жду. И увидимся с вами уже там на днях, в общем-то. Всем пока. До скорых встреч. До новых встреч.